Фигуры солдат для музейного квартала. Их установят в зале Великой Отечественной для каждого военная форма и оружие. Проект разрабатывают в Бендерском художественном колледже. Танкист, летчик, пехотинец, матрос, партизан. А еще сын полка и командиры. Восемь фигур для музейного квартала. Их разместят в зале Великой Отечественной. На каждом историческая форма, ордена и оружие. Возможно, это будут фигуры наших героев. К примеру, образ Бачковского, Коваля, Жорчинского или Полецкого. Эти люди, которые сегодня для нас герои, они внесли вклад в победу. Конечно, я думаю, мы будем ориентироваться на них. Каждый манекен уникальный. Каждый манекен в каком-то своем повороте, в какой-то своей позе. И все эти манекены должны работать как единая структурная композиция, органично вписывающаяся в экспозицию музея. Фигуры в разных формах – идея президента. Сейчас в Бендерском художественном колледже разрабатывают проект. Основа будет из стеклопластика. Это прочный материал. Не боится перепадов температур. Чтобы выполнить такой манекен, нужно его сначала вылепить в пластилине или в глине в натуральную величину. Делается каркас, вылепливается в пластилине. Дальше снимается гипсом форма. Форма пропитывается горячим воском. И дальше на нее наносится уже послойно стеклопластик. Потом он собирается, склеивается и мы получаем готовый манекен. Все очень просто. Еще в зале Великой Отечественной будет диорама «Есть чертеж». Это начало Яско-Кишиневской операции. Полдень. Наши войска пошли на штурм после мощной артподготовки. Ландшафт восстановили по немецким картам. Впереди еще много работы. Все должны закончить к 80-летию победы. Музейный блок Великой Отечественной войне откроет 9 мая 2025-го. Это поручение президента.